В помощи в 2010 году теоретик интернета, мой соавтор по Global Voices и вообще в целом очень умный человек, расскажет о принципах краудсорсинга. И при этом важно отметить, что Гриша был одним из тех людей, который вообще первый произнес по-русски это слово, задолго до того, как оно стало звучать из уст многих очень высоких, высокопоставленных людей. Поэтому, я думаю, Гриша больше, чем другие знают об этом слове. Спасибо за такое представление. Действительно, мне кажется, что одна из интересных вещей, связанная с историей краудсорсинга, заключается в том, что это слово за последние 20-х годов в России стало трендом. Когда мы, собственно, с Алексеем и замечательной командой людей делали проект «Карты помощи», то слово было такой диковинной, незнакомой, соответственно, как собственная платформа «Ош-Ахити», которая вызывала совсем другие ассоциации. С тех пор ситуация изменилась, потому что в одной из программных статей нынешнего претерта Российской Федерации Владимира Путина появилась концепция краудсорсинга как один из элементов государственного управления. Мы видим, что краудсорсинг становится чуть ли не элементом государственной политики. И, конечно, есть некоторые проблемы инфляции этого слова. И поэтому цель вот этой небольшой презентации заключается, прежде всего, с одной стороны, прояснить все-таки, что такое краудсорсинг среди вот этой ситуации инфляции, вот понятие краудсорсинг, а с другой стороны, дать какие-то практически советы, элементы, связанные с обобщением опыта, связанным в этой области. И тут стоит еще отметить, что в данный момент я пишу свою диссертацию в Лондонской шпале экономики, которая тоже связана с краудсорсингом, поэтому в данном случае я пытаюсь в этой презентации интегрировать как практические элементы, связанные с опытом, работая над краудсорсингами, проектами, начиная с карты помощи, потом рында и другие проекты, и с другой стороны, как-то интегрировать это с более академическим каким-то опытом. Прежде всего стоит отметить, собственно, откуда возникла эта ситуация с краудсорсингом. Она возникла после того, как благодаря развитию информационных технологий мы оказались в ситуации, когда возникли некие инфраструктуры, позволяющие объединять очень большое количество людей. Это явление было описано очень многими относительно научно-популярными авторами. Среди самых известных книг, безусловно, книга Хуварда Рейнольда, «Умная толпа», переведенная на русский язык, «Мудрые толпы», «Сыровецкий». То есть целый ряд таких достаточно популярных книг и исследований, которые утверждали о том, что на самом деле, благодаря возможности объединить большое количество людей, появился новый такой коллективный разум, который способен изобретать какие-то вещи, предоставлять решения, которые были невозможны до этого. Еще один очень интересный автор – Крис Андерсон, главный редактор знаменитого журнала «Wired», стал автором знаменитой концепции «длинного хвоста», которая заключается в том, что благодаря интернету люди и продукты, которые пользуются не очень большим спросом, они относительно маргинальны, способны находить друг друга и объединяться. И поэтому вот эти маленькие группы людей, а также продукты, которые не пользуются большим спросом, но тем не менее они существуют, находят своих потребителей, люди находят друг друга, и благодаря этому вот эти мини-сообщества, они являются не менее значимым элементом, чем то, что пользуется популярностью среди большинства. И поэтому, опять же, информационные технологии помогают людям находить друг друга. Поэтому можно подытожить, что собственные информационные технологии позволяют оптимизировать поиск и реализацию ресурсов и специалистов, необходимых для выполнения конкретных задач. И на базе этого возникли, еще до самого понятия «краудсорсинг», возникли такие инструменты, прежде всего, как Amazon Turk, я не знаю, пожалуйста, вам или нет, это то, что называется, микротаскинг, инструмент для выполнения микрозадач, где каждый может опубликовать свою задачу, и дальше, соответственно, за какие-то мини-оплаты, за какие-то мини-платежи эти задачи выполняются. Мы об этом поговорим чуть позже. И еще один, например, достаточно известный инструмент, который называется «краудфлауэр», который помогает объединять большое количество людей за мини-оплаты вокруг каких-то тех иных задач. И здесь вот этот лозунг о глобальной рабочей силе, он становится очень актуальным. На фоне этого в 2006 году появился вот этот автор, это не он на обложке, это просто обложка журнала «Wide», где появилась статья Джефф Холла о явлении «краудсорсинг». Я иногда на этой презентации использую статус на английском, просто потому что, мне кажется, в оригинале это звучит лучше, но я буду переводить. В принципе, Холл был первым, кто предложил это понятие. Вообще журнал «Wide» интересен тем, что там очень часто появляются концепции, которые потом становятся очень популярными. И когда он определял понятие «краудсорсинг», он говорил о том, что это акт компании или института, который вместо того, чтобы передавать это через аутсорсинг другим фирмам, задействует сеть людей через такой открытый запрос открытому сообществу. То есть нет конкретной организации, которая передает эти задачи. И таким образом появляется вот эта новая форма производства через эти открытые запросы, которые распространяются через сети индивидов, объединенные интернетом. И несколько принципов, о которых он говорил. Он говорил о том, что вот эта толпа, которая мобилизуется, она является очень распространенной по всему миру. Она способна выполнять только микрозадачи, потому что внимание достаточно ограничено. Поэтому для того, чтобы краудсорсинг работал эффективно, необходимо, чтобы краудсорсовые задачи были относительно небольшими, выполнимыми, а не какие-то большие сложные проекты. То есть если есть сложный проект, его необходимо выделить на какие-то мини-задачи, которые можно выставлять. Вместе с тем он утверждал, и это очень важное утверждение, что несмотря на все это, в этой глобальной сетевой толпе в ней присутствуют специалисты. И поэтому там не только такая черно-рабочая сетевая сила, но можно благодаря вот этой глобальной сети находить оптимальных людей для выполнения тех задач, которые стоят. И несмотря на это он сделал очень важное замечание, что в большинстве случаев эта толпа производит всякую ерунду, и поэтому необходимо мобилизовать ее на конкретные эффективные задачи. И наконец, что все равно этот коллективный разум этой толпы способен находить лучшие решения, лучшие вещи, то есть та самая сила коллективного разума. И здесь мы переходим к тому, что такое краудсорсинг, и давайте попробуем это вместе определить. Потому что, как я сказал, есть инфляция этого понятия. Это слово стало очень популярным. И здесь важно понять, прежде всего, чем краудсорсинг отличается от всех других видов сетевых приложений. Краудсорсинг нацелен на действия. Если, например, социальные сети – это пространство коммуникации, где мы общаемся, краудсорсинг всегда заключается в мобилизации в чем-то конкретном, что должно произойти, что люди должны сделать. Поэтому здесь очень важно вот эта динамика, вот этот тренд, который заключается в переходе от коммуникации, которое мы имеем в виду в социальных сетях, в действия. Я думаю, что я перестану слышать или нет, босс не работает никого. И совсем недавно, в 2012 году, вышла академическая статья, которая, в общем-то, собрала 45 разных определений краудсорсинга. И, собственно, вот на базе всех этих 45 определений они сделали такое общее определение, которое заключается в том, что краудсорсинг… Микрофон снова заработал. Краудсорсинг – это онлайн-активность, в которой индивиды или институты, некоммерческие организации или компании, или группы индивидов, разные, разнообразные и так далее, по собственной воле участвуют в выполнении какой-то задачи. Здесь, кстати, очень важно обратить внимание, что по сравнению с определением хавок 2006 года, тот говорил только об институтах или компаниях. Здесь мы уже говорим о том, что эти задачи могут быть поставлены и индивидами, и это выходит за пределы бизнеса, потому что концепция хавок 2006 года, его знаменитая книга «Краудсорсинг» – это все-таки очень бизнес-концепция, она исходит из мира бизнеса, в то время как… А сейчас мы уже говорим о том, что краудсорсинг может быть в самых разных властях, в государственном направлении, в социальных проектах и так далее. И дальше он говорит о разных элементах краудсорсинга, это определение, но я на самом деле предпочитаю использовать короткое определение, которое я сформулировал для себя, которое мне кажется достаточно обобщающим, что краудсорсинг – это мобилизация индивидуальных ресурсов для достижения конкретных целей, которые мобилизация осуществляется при посредничестве информационных технологий. То есть в тот момент, когда у вас есть цель, и когда вы пытаетесь реализовать эту цель через мобилизацию определенного числа индивидов, не зная конкретно, кто эти люди, используете для этого сетевые технологии, используете для этого интернет, в этом является собственно суть краудсорсинга. Поэтому, например, когда есть разные попытки называть сетевые петиции краудсорсингом, это не совсем так. То есть сбор мнения как таковой, он достаточно спорный, его можно назвать краудсорсингом, потому что в нем нет как такового акта действия. Можно, конечно, говорить, что мнение – это тоже мобилизация некоторых ресурсов, но, тем не менее, там обсуждение с законом онлайн и так далее, как я сказал, есть некая проблема инфляции, инфляция понятия краудсорсинга. Здесь, например, очень любимый, например, американский – это сетевая петиция, когда граждане Соединенных Штатов потребовали от американского правительства, от белого дома, наконец сказать, известно ли белому дому существовало им улитян или нет. И, соответственно, после того, как определенное количество людей, которое требовалось согласно сайту Белого дома, это требование подписали, то представитель Белого дома опубликовал официальное заявление Белого дома о том, что, соответственно, нам неизвестно, но мы по-прежнему ищем. Тем не менее, в разных странах вот эти сетевые петиции, они не совсем являются примером краудсорсинга, потому что они не являются примером действия иммобилизации сетевых ресурсов. Еще одно важное разделение, которое касается краудсорсинга, заключается в том, что очень часто краудсорсинговые платформы связаны с картами. Но есть два типа разных платформ, которые надо разделять. Есть платформы, которые занимаются визуализацией данных. Если вы берете, у вас есть какая-то база данных, и вы, соответственно, берете, например, карту, и дальше вы используете эту базу данных для того, чтобы ее визуализировать, показать, где были какие там болезни, где какие школы и так далее, но эта база данных у вас есть. В данном случае это могут быть также открытые данные, которые вы берете откуда-то, но это не данные, для которых вы задействуете ресурс толпы, так называемый. В нем нет краудсорсинга. В то время как знаменитая, например, платформа Shofidi или краудная, о которой я сегодня говорила здесь платфира «Паренос до меня», это платформы, на которых осуществляется сбор данных от населения, которые потом визуализируются через карту. Поэтому надо очень четко понимать эту дифференциацию между платформами, которые просто занимаются визуализацией информации открытых данных, и платформами, которые визуализируют, но для них визуализация – это инструмент сбора данных от населения. Тогда сбор данных, то есть задействие населения для сбора какой-то информации, это является краудсорсингом. Поэтому платформы типа Mapbox, которые сегодня обозвучали в разных местах, это платформы визуализации данных. Платформы типа Shofidi или Crowdmap – это именно краудсорсинговая платформа, и я напоминаю, что карта помощи 2010 года по устрадавшим от пожаров, она была сделана именно на базе Shofidi, платформа, которая была разработана в Клинии. Это для краудсорсинговой платформы, потому что а, при помощи этих платформ собирались данные о проблемах людей связанных с пожарами, и б, на базе этих платформ существовала координация действий людей в ответ на пожары, то есть это были платформы, которые были инструментами координации действий. Теперь для того, чтобы действительно проанализировать, какие типы краудсорсинга бывают, надо понять, что поскольку любой краудсорсинг – это мобилизация ресурсов, надо на секунду задуматься, какие, собственно, бывают ресурсы. Прежде всего, краудсорсинг может быть мобилизацией физических ресурсов, если вы хотите, чтобы люди что-то сделали. Собственно, когда при помощи краудсорсинга люди идут и расчищают снег, или убирают мусор, или борются с пожарами, или везут куда-то какую-то помощь, это задействование физического ресурса. Второй тип – это сенсорные ресурсы. Это непосредственно сбор данных. Если вы хотите узнать о проблемах в городе, если вы хотите, опять же, узнать полную картину какого-то катаклизма, соответственно, вы задействуете глаза людей, вы задействуете их сенсоры, и люди здесь выступают как инструменты, источники сбора информации. Поэтому в данном случае это мобилизация сенсорного ресурса. Третий ресурс – это, естественно, ресурс интеллектуальный, наш мозг, которым мы, в общем-то, все обладаем. Соответственно, опыт, знания – это, прежде всего, мобилизация экспертов. То есть, как Хоу уже говорил в 2006 году, Калпа всегда является носителем экспертов. Поэтому всегда есть люди, которые обладают профессиональный опыт, позволяющий им решить какие-то задачи, которые вы решить не можете. Поэтому в данном случае речь идет о мобилизации интеллектуального ресурса. Четвертый тип ресурсов – это аналитический ресурс, когда это не обязательно ваше экспертное знание, но это возможность что-то отсортировать, что-то проанализировать. И дальше будет много примеров, когда вам дают, например, какие-то картинки, и вы должны на них проидентифицировать. Есть там, например, дырки на дороге или нет, это картинки дырки на какой-то, какая-то проблема на дороге и так далее. И здесь, собственно, такие вот ресурсы, они… Представьте, что это примерно как… Не знаю, сейчас, наверное, тоже не делаю. Помните, когда можно было купать гречку, надо было отбирать черные такие штучки, да? Это, собственно, сортировка, анализ. То есть для этого не надо обладать каким-то экспертом знанием, для этого просто надо выполнять задание, которое перед вами стоит. И, наконец, последний тип ресурса, тот ресурс, о котором в данный момент идет разговор на втором этаже, это краудбандинг-платформы, это мобилизация финансовых ресурсов, потому что, как мы знаем, деньги – это своего рода очень неплохой ресурс. Поэтому, так или иначе, если мы посмотрим на все краудбандинг-платформы, они мобилизуют как минимум один из этих ресурсов, а иногда несколько, да? То есть с пожарами, например, карта помощи – это пример мобилизации, как минимум, сенсорного ресурса, сбора информации, плюс мобилизация физического ресурса, соответственно, для того, чтобы на эти пожары так иначе реагировать. Это может быть, естественно, и краудбандинговый элемент, если эта платформа также занимается сбором финансовых средств и так далее. Соответственно, элементы могут сосчитаться. Есть еще несколько принципиальных характеристик. Это могут быть непрофессиональные и непрофессиональные ресурсы, то есть могут быть платформы, которые нацелены только на мобилизацию конкретной группы специалистов, а на милые и идентифицированные, открытые сети или ограниченные, собираете ли вы эти ресурсы от всей как бы сетевой толпы или все-таки вы выделяете какую-то конкретную группу и, наконец, проверили или непроверенные источники, идет ли речь о людях, с которыми у вас уже должен быть опыт до этого, или же это, опять же, для всех, и эта информация достаточно важна. Теперь еще, скажем, последнее такое концептуальное соображение, и дальше мы перейдем к более практическим примерам. Есть три, собственно, модели того, как эти ресурсы мобилизуются. Одна модель заключается в том, когда организации помогают людям, то есть когда краудсорсинг – это мобилизация чечевых ресурсов, которые осуществляются организациями для того, чтобы осуществить помощь людям. Классический пример для этого является, пожалуй, самое известное применение платформы «Шахиди» – это землетрясение в Гаити. Тогда платформа «Шахиди» была создана для мониторинга землетрясения и его последствий, и, собственно, на базе этой платформы, прежде всего, тут, кто оказывал помощь населению, были международные организации, организация генерализации, американская армия, а также «Красный Пест», и все, кто были задействованы собственными показаниями помощи, различные, опять же, волонтерские организации, но так и иначе, это были прежде всего организации, когда информация поступала от людей, то есть люди говорили какие-нибудь проблемы, где не хватает воды, где не хватает елибки, где есть эпидемии и так далее, помощь оказывалась прежде всего организациями. Другая модель – это модель сетевых коалиций, когда различные люди, индивиды и группы объединяются вместе с государственными структурами, и в данном случае краудсорсинг или платформы, они, по сути, платформы посредничества между формальными и неформальными организациями. То есть представьте себе, если бы, например, карта помощи, которая бы делала с пожарами, работала в сотрудничестве с МЧС, то это бы позволило создать такую сетевую коалицию между волонтерами и государственными структурами, что, как мы знаем, не очень происходило. Но, например, в США сейчас организуется коалиция, которая называется интернет-гуманитарная сеть, которая работает между функциональными американскими организациями и государствами, которые занимаются катаклизмами, и всеми волонтерскими группами, которые занимаются оказанием помощи, и они организуют такую коалицию для того, чтобы объединять свои ресурсы. И, наконец, третий тип – это то, что я называю «люди людям» или «crowd to crowd». Это когда никакие формальные организации не участвуют в процессе мобилизации, это когда люди организуют свои собственные ресурсы для того, чтобы помогать людям. И это, в данном случае, то, что, собственно, происходило с карты помощи, и то, что происходит с разными проектами в России. Безусловно, стоит назвать проект «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших детей и, собственно, вообще пропавших людей, когда, опять же, по сути, не очень формальная сетевая организация занимается тем, что она мобилизует человеческие ресурсы неформальные, не государственные, для того, чтобы помогать людям. Что интересно, что в некоторых политических системах есть попытка монополизировать аутсорсинг, то есть использовать вот эту систему и этот ресурс людей превратить его в часть государственной вертикали. И это то, что обозначает вот такая стрелка сверху вниз красная. Я так называю вертикальный краудсорсинг, когда, по сути, государство осознает, сколько классно есть ресурсы сетевой людей, мы можем это использовать для своих целей, давайте создавать краудсорсинговые платформы. Ну, просто это, по сути, еще один элемент со стороны государства для мобилизации людей для выполненной цели государства. Вместо того, чтобы сотрудничать, вместо того, чтобы искать какие-то сетевые коалиции, вместо того, чтобы приобщать различные организации, государство просто пытается мобилизовать этот ресурс своих собственных целей. И здесь достаточно интересно провести некоторые исторические параллели. Во-первых, если мы посмотрим на эти два имиджа, то мне кажется, что здесь очень хорошо видно, что, на самом деле, история, связанная с мобилизацией волонтеров в том, что это не новое промышление, она, естественно, не новая. Она началась задолго до интерната, а она, собственно, была всегда. И то, чем отличаются вот эти два очень символических платформ, все они вам интересны, особенно этот. Здесь, соответственно, мобилизующим элементом являются институты, государства, армия, а здесь мобилизующим элементом являются сами люди. То есть модель меняется от вертикального краудсорсинга к самомобилизации и самоорганизации. И иногда даже эти элементы смешиваются. Как вы видите, здесь в достаточно интересном плакате «Родина ваша зовет», «Пасик в руки и вперед», опять же эти элементы смешиваются. Тогда традиционный имидж мобилизации волонтеров государства меняется и в каком постмодернистском формате переводится на язык этой новой модели мобилизации. Еще одна очень известная модель мобилизации, модель краудсорсинга, была, собственно, изобретена Владимировичом Лениным, делался на «Субботник». Не знаю лично ли он изобреталки, но явно участвовал, как мы знаем, бревно таскал. И, собственно, опять же, модель «Субботников» это тоже краудсорсинговая модель, когда люди мобилизуются государством. И с этой точки зрения, опять же, как мы знаем, акции «Блогер против мусора» напоминают эту модель. Вопрос, опять же, кто кого мобилизует. И является ли это использованием ресурсов толпы, ресурсов людей, ресурсов народа сверху вниз, или же это является самым мобилизацией, или это является своего рода сетевая коалиция. И, наконец, третья история связанная с мобилизацией, которая более политическая, которая касается недавних митингов, которые проходили между парламентской и президентской компаниями выборов. Как мы знаем, была акция по названию «Белый круг» в Москве, когда люди при помощи вот этой краудсорсинговой платформы отмечали, где они будут стоять на садовом конце. И это была мобилизация снизу вверх, когда, собственно, не было никакого конкретного лидера. И, с другой стороны, например, был митинг «Блужник», тогда люди, как бы вот эта схема, которая была, где люди должны сидеть, откуда люди должны привозить, на каких-то автобусах, и, соответственно, мобилизация сверху вниз. То есть мобилизация людей – это вещь на историю. Вот о чем мы говорим сегодня, что благодаря интернету, благодаря появлению краудсорсинга модели мобилизации меняются и становятся больше, но, тем не менее, традиционные модели мобилизации по-прежнему присутствуют и по-прежнему государство пытается использовать новые технологии в традиционных форматах. И то, что происходит – это изменение в балансе сил, потому что в тот момент, когда у людей снизу вверх появляются новые возможности для мобилизации, а краудсорсинг именно позволяет людям, позволяет неформальным организациям, позволяет сетям, например, та же самая красная карта помощи, это вообще не была никакой организацией. Это была просто группа людей, которые объединились в группу и через скайт-чат, но у нее не было вообще никакой формальной идентичности. Эти инструменты позволяют мобилизацию силы. Они позволяют менять баланс сил, и то, что раньше было доступно только государству, только традиционным институтам, сегодня становится более доступно интеллигиальным гражданам. Поэтому важно не только кого мобилизовать, но очень важно задавать себе вопрос, кто мобилизует. Это вопрос о верификации данных. Потому что в тот момент, когда мы собираем данные, или когда мы просим сетевой коллектив в чем-то поучаствовать, что-то вам рассказать, то возникает вопрос, насколько это достоверно, насколько можно этому доверять и так далее. Естественно, успешность модели краудсорсинга напрямую зависит от степени достоверности данных или достоверности действий, которые имеют место на базе этой платформы. И здесь, прежде всего, ответ на вопрос, можно ли этим данным доверять, является ли это правдой. Понятно, что нельзя гарантировать на 100%, что все данные, которые вы собираете, или все действия, которые вы организуете, они полностью достигают цели, или все эти данные полностью верны. Но когда мы говорим о краудсорсинге, мы говорим о том, что при помощи целого пакета различных действий и техник, мы можем повысить достоверность данных до того момента, до того порога, когда уровень достоверности достаточно удовлетворительный и должен достигать своих целей. Поэтому мы не можем говорить о том, что данные на 100% достоверны и все достоверно. Но если мы говорим о целом ряде действий, если мы совершаем комплекс этих действий вместе, если мы осознаем, какие методы можно использовать, то этот комплексный подход позволяет очень сильно повысить эффективность данных. И здесь я не буду сильно отдаваться в подробности, если потом у вас будут вопросы. Это может быть механизм анализ идентичности источника, сбор фотографий, сбор визуальных данных, помимо сбора данных и текстов, проверка той же информации через другие источники. Например, сейчас один из проектов, который является международным проектом, созданным Гарвардским университетом, занимается мониторингом блокировки сайта. Если один пользователь сообщает, что какой-то сайт был заблокирован в его области, то дальше можно задействовать сеть людей в других областях, для того, чтобы они тоже проверили этот сайт и сказали, какая же ситуация у них или нет. То есть можно через краудсорсинг, использовать краудсорсинг для тех, для отбор информации, но и для проверки достоверности информации. Естественно, традиционные методы вроде телефонов и разговора, кстати, вот, например, виртуальная ренда, а то с помощью проекта, о котором я сегодня говорил, уже там есть модератор, который просто перезвонит людям. И уточняют другие данные необходимые. Это тоже совершенно легитимый метод. Различные технические методы, связанные с местным поступлением информации, ограничение источников для сбора информации, я поговорю об этом через два слайда, индекс достоверности системы репутации. То есть, если какой-то источник сообщено правильную информацию пять раз, то в шестой раз есть высокая вероятность, что ему можно доверять. И проверки источников заданий, мы можем не об этом поговорить чуть позже. Вот этот слайд достаточно важен, потому что он, собственно, обобщает всю тему краудсорсинга и предоставляет своего рода модель, как краудсорсинг работает. Прежде всего, краудсорсинг так иначе фокусируется на какую-то цель. И очень много успешных моделей краудсорсинг для чего этот краудсорсинг будет. Потому что краудсорсинг – это мобилизация ресурсов для выполнения каких-то целей. Если это сбор информации о пожарах, если это оказание помощи тем, кто пострадал и так далее, важно эту цель четко определить. Следующий этап – это спектр оказания целей. Потому что, во-первых, есть тема, например, если это социальная помощь, является ли это только помощь инвалидам или является мобилизацией ресурсов для всех всем социальной помощи. И регион. Краудсорсинг может работать в конкретном подъезде, в конкретном районе, в конкретном городе, в регионе. Здесь всегда надо найти правильный баланс, чтобы это не был слишком широкий спектр, но вместе с тем, естественно, можно успокоить. Дальше – какие ресурсы мобилизации, об этом мы уже поговорили, и четко понимать. Мобилизуете ли вы сенсорный ресурс? Мобилизуете ли вы интеллектуальный ресурс? Мобилизуете ли вы физический ресурс? Какие именно ресурсы вы хотите задействовать через эту платформу? Какие аудитории мобилизации? Хотите ли вы достигнуть какую-то целевую профессиональную аудиторию? Должны ли быть это студенты? Должны ли это быть просто общее население? Понять, где, прежде всего, вы ищете тот самый ресурс, который для вас наиболее полезен для достижения той цели, которую вы определяете. Наконец, структура о механизмах мобилизации, то есть через какие механизмы вы задействуете краудсорсинг. Это, естественно, может быть, например, платформа Ushahidi, о которой мы говорили про краудсорсинг. Но, в принципе, краудсорсинг можно делать и через сквитер. Краудсорсинг можно делать и через свою группу, если вы открываете группу, которая декларирует свою цель и что-то достигнуть. Поэтому здесь очень важно выбирать инструменты, а может быть и несколько инструментов. Наконец, структура мотивации. Краудсорсинг не работает, если вы не анализируете, почему, собственно, люди хотят в этом участке. Какая их мотивация и почему? У нас у всех ограниченные ресурсы, у нас у всех ограниченное время, у нас у всех очень много задач. Кроме того, вокруг нас появляется все больше и больше краудсорсинговых проектов. Понятно, что даже если мы очень-очень хотим, мы не можем всюду успеть, и у нас есть ограниченное количество энергии, которой мы можем с кем-то делиться. Поэтому надо понять, почему именно ваш проект пробудит именно этих людей пожертвовать свое время или свои деньги или еще что-то именно на вас, даже если это какое-то небольшое количество времени. Поэтому необходимо понимать, какова структура мотивации. Наконец, механизм информирования. Очень важно, потому что если вы создаете замечательный краудсорсинг-проект, но при этом они его знают, то он не будет работать, потому что краудсорсинг зависит от именно возможности информироваться о существовании как можно большее количество людей. Потому что есть такой-то минимальный порог, который необходимо достигнуть для того, чтобы краудсорсинг начали работать. Потому что если ваш проект замечательный, но о нем 10 человек и из них 2 позвались, то он работать не будет. Про механизмы верификации я говорил. Важно, чтобы они работали, потому что если, в общем-то, информация о картинках, то этот проект не будет работать. И, наконец, последний элемент. Это механизмы пидбэка. Люди, которые жертвуют вам свои ресурсы, которые делятся с вами вашими ресурсами, они хотят знать, что это чему-то помогло и что-то сделано. Поэтому здесь очень важно, чтобы краудсорсинг-проекты также давали какую-то обратную информацию всем, кто в них участвует, как их ресурсы смогли помочь достигнуть цели. И здесь я просто сделаю выборку самых разных проектов к краудсорсингам, в которых во всех этих проектах можно проидентифицировать все эти элементы. Я не буду говорить обо всех, но, естественно, Лиза Олег, как я сказал, здесь, например, цель – это поезд детей, спектр, они начинали с региона только Московской области, и сейчас они пытаются, как я знаю, расширить на какие-то другие регионы. Ресурсы мобилизации – необходимо, чтобы это были физические ресурсы, потому что люди должны пойти физически в лес, сидя в интернете и много не поможешь. Аудитории мобилизации – защиты независимые люди, очень много автомобилистов, потому что там необходим транспорт, чтобы доехать на место, поэтому такое сильное видео составляет владельцы и активисты всяческих автоклубов и так далее. Можно пройтись по всем этим элементам. Еще один, например, для примера его ресурс – это «Sytism Science», то есть называется научный, который как раз в прошлой проекте. Там, собственно, ученые выкладывают карту Вселенной и просят людей продентифицировать там какие-то конкретные структуры, там есть какие-то игровые элементы, и это как раз, вот то, что я говорил, это ресурс сортировки. Это даже не интеллектуальный ресурс, потому что для этого не надо обладать знанием, для этого просто надо уметь анализировать какие-то снимки. Проект, который я очень люблю, это «Couchsorting», это когда люди делятся местами для того, чтобы останавливаться друг у друга. Еще один забавный проект, с которым мы не так давно поделились, он как раз платный, называется «Labours of Love», ввиду сокращенного «Law», прошу прощения, это краудсорсинговый проект по реализации ваших сексуальных фантазий. Предположим, у вас есть какая-то сексуальная фантазия, и, соответственно, вы не можете найти проходящий биографический ролик, когда вы описываете эту фантазию, а дальше через Amazon.ru группа людей собирает вам эту фантазию из разных видеоресурсов и, соответственно, предоставляет вам ролик, который полностью соответствует вашему описанию. То есть краудсорсинг может отвечать очень широкому спектру целей. И здесь представьте себе, что вы где-то там в Индии сидят замечательные индусские ребята, и вам, собственно, дают для вас больше социальных фантазий. Мне кажется, это очень интересно. Вот. Последнее, что я упомяну, это замечательная краудсорсинговая платформа используется не только для мониторинга, где полиция и где там пробки, но и, например, если у вас застряла машина, то вы можете написать всем водителям подкрасный, клюководыхабель и, соответственно, уже человек вам подведет и поможет. Я не буду остановиться на всех остальных. Важно, что во всех проектах можно все вот эти элементы проидентифицировать. Что еще интересно относительно к краудсорсинговым, что можно наблюдать подобного рода эволюцию, когда прежде всего краудсорсинговые проекты они помогают сбору информации о повышении прозрачности вооруженных проблем. Например, я использую в качестве примера сайт московской мэрии «Наш город» краудсорсинговый проект, который недавно стал центром скандала, который получил такое название в Photoshop управления, когда, наверное, большинство этого слышали, когда поступила заявка о том, что есть какой-то двор, в котором не углу снег, и местные власти вместо того, чтобы убрать этот снег, просто убрали этот снег на Photoshop. Что происходит? Что краудсорсинговый сайт мобилизует, прежде всего, вот этот сенсорный ресурс для того, чтобы собирать информацию, но в данном случае он заставляет, он оказывает давление на госструктуру. И даже если государство пошло на эти проекты, потому что просто это модный краудсорсинг это круто, так и иначе это заставляет, даже если люди не хотят их действовать, когда будут проекты инициированы сами, и что достаточно забавно, что в конце концов видите это сообщение, что префектура открывает оперативные отделы по борьбе с фотошопом. То есть теперь будут специальные инспекторы, которые будут ездить и проверять, что то, что было сообщено на краудсорсинговом сайте как управлено, является умным. То есть здесь, по сути, мы видим, что краудсорсинговые проекты краудсорсинг иногда даже меняют какие-то институционные структуры. Но если сбор информации и давление в годную госструктуру не работает, то всегда есть еще один механизм для самоуправления, когда люди самоорганизуются. Потому что мы знаем, например, что в Штатах проекты краудсорсинг были связаны со снегом, они были нацелены не на давление властей, потому что власти так довели, что могли, а прежде всего на самоорганизацию у соседей просто этот снег убирали. То есть это как-то тоже есть разные возможности использования краудсорсинг. Еще один важный элемент, важная методика – это ограниченный краудсорсинг, когда вы мобилизуете не общую сеть интернет, а вы мобилизуете конкретное сообщество. Это, прежде всего, существует в области кризисной ситуации, я использую это как пример, когда есть специалисты по созданию карт, и специалисты по кризисному реагированию, и есть, например, сообщество, которое называется сообщество кризисных картографов, на базе которого возникла Standby Task Force – такая глобальная сеть экспертов по кризисному реагированию индивидов, которые в свое свободное время помогают бороться с разным кризисом в разных местах. Здесь задействуется именно профессиональный ресурс. Это ограниченный краудсорсинг, он повышает эффективность, в эту сеть надо вступить, чтобы ее мобилизовать каждый раз. То есть она не мобилизует общую аудиторию, она мобилизует ограниченный групп. И сейчас вместе с Алексеем, и с рядом наших коллег, мы пытаемся сделать такую платформу в России. Можете посмотреть сайт, он называется Dejo.net, в ближайшие дни он будет очень сильно обновляться. Собственно, это модель ограниченного краудсорса, которая нарушает ни эффективность, ни достоверность, но в принципе вообще важно, чтобы вокруг краудсорса был платформен сообществом, которые как-то постоянно существуют. Поэтому, например, когда у нас был проект «Автопомощи», мы делали группы «Контакты», группы и так далее, потому что важно поддерживать постоянное сообщество людей, если это невозможно делать на базе самой краудсорсинговой платформы. С другой стороны, понимая вот эту необходимость существования сообщества, мы попытались включить все эти элементы в проект, который здесь уже упоминался, это виртуальная рынка АДАС-помощи, проект по краудсорсингу и социальной помощи по широкому спектру проблем. И когда эта платформа была разработана здесь, Лен, который участвовал в этой разработке этой платформы и много еще замечательных наших коллег, мы попытались учесть несколько элементов. Прежде всего, интеграцию краудсорсинговой платформы социальной сетью, которая позволяет на базе краудсорсинговой платформы создать сообщество. Интеграцию сразу местных фаб, которые позволяют расширить спектр мобилизацию ресурсов на разные цели в рамках одной платформы, которая позволяет оказывать фитбэк, потому что здесь есть три колонки, где очень видно просьба о помощи, предложение помощи и помощь оказана, то есть это элемент фитбэка. И персонализация, персональные профили, которые позволяют рассматривать информацию людям только по конкретным запросам о помощи, когда человек пишет, где он готов помогать, когда он готов на какую тему, в зависимости от того, получает конкретное сообщение. То есть здесь, опять же, была попытка учесть ряда элементов, о которых я говорил. С другой стороны, мне кажется, что есть немного проблем, в том числе с этим проектом. Например, может быть спектр, который он взял был слишком широким, то есть здесь может быть проблема спектра. Конечно, есть проблема информирования, когда они, может быть, именаправлены достаточно критической массой пользователей, которые знают о проекте, чтобы он работал эффективно, но тем не менее, сегодня этот проект работает, он работает тщательно. с потрясающей командой модератов, и каждый день выступает госпит, и каждый день оказывается помощь. Поэтому я вам советую ваше свободное время, если возможность, зайдите в random.org и проверьте проект. Я пропущу несколько слайдов, к примеру, потому что времени остается совсем немного. Я только скажу, что сегодня есть очень интересные исследования по использованию научного краудфорса. Это исследование при участии моих коллег в Лондонской школе экономики, которые используют краудфорсинг в научных целях. Что здесь интересно, что они обнаружили, что, когда анализируют дексты, они сравнивают экспертный анализ текстов и анализы текстов толпой. И при определенном количестве анализов текстов толпой количество превышает качество. Понятно, что эксперты более качественный анализ. Но если вы задействуете 2 эксперта или 200 людей через краудфорсинг, то эффективность либо высоты людей через краудфорсинг не меньше, чем этих двух экспертов, которые вам известны. При этом это снижает цену, это повышает скорость, поэтому мы видим, что сегодня есть уже исследование по эффективности краудсорсинга. Еще одно очень забавное исследование, которое было произведено специалистами из ЯУ, которое заключается в финансировании краудсорсинга. И здесь исследование показало, что стоимость микротаска, стоимость микрозадания, сколько человек получает на микрозадание, не влияет на качественные задания. То есть, если вы предлагаете человеку 10 центов или 10 рублей за выполнение задания или 50 рублей, он будет выполняться одинаково качественно. Почему? Потому что он всегда хочет больше, потому что он всегда считает, что это недостаточно. Вместе с тем, то, на что влияет цена, это количество людей, которые присоединяются. То есть, если, например, на 50 рублей срокируют больше людей, то на 10 рублей срокируют меньше. Но на качество это влиять не будет. Это будет влиять только на количество мобилизации ресурсов, но на него качество. Тоже очень интересное исследование, которое оценивает краудсорсинг. Наконец, последняя часть. Мой коллегой, друг и один из главных идеологов краудсорсинга, Патрик Мэя, предлагает вот такой слайд, который говорит, что, собственно, когда, например, мы используем краудсорсинг в платформу Шерите, техническая страна отнимает только место. 10-5 процентов. А основная проблема – это проблема людей, проблема ресурсов, проблема поддержки платформы, проблема распространения информации. То есть очень важно понимать, что когда мы используем краудсорсинговые технологии, техника – это очень маленький элемент. Главное – это люди, главное – это информация, главное – это все те элементы, которые я говорил, и никаких волшебных решений технологии здесь не предлагают. Исследование, которое было проведено в университете Джорджа Вашингтона, показало, что, например, на базе краудсорсинга только 5 процентов сайтов, созданных на краудсорсинге, являются эффективными. И это, опять же, нормально, потому что по сайту, так же, как большинство стартапов не удается, так и большинство краудсорсинговых проектов по тем иным причинам не способны задействовать, мобилизовать аудиторию для выполнения своих целей. Соответственно, мы видим только, то есть, 93 процента крауднет карт имели меньше, чем 10 сообщений. Это, в том числе, объясняется, например, той картой, которую создавал Главер сегодня, потому что, как говорят, это тоже в вашем статистике, потому что мы проводили сегодня тренинг на базе краудсорсинга. Наконец, последнее прослайдер – это, собственно, обобщение вызовов, которые касаются краудсорсинга. Что необходимо учитывать, когда вы делаете краудсорсинговый проект? Прежде всего, как я сказал, это определение цели. Важность, насколько эта цель важна для аудитории, и насколько, собственно, существует спрос на эту проблему. Если вы при помощи краудсорсинговой платформы задаетесь в мобилизарах людей на что-то, что они считают важным, на вас никто не откликнет. Функция проекта. То есть, насколько соотношение функции проекта имеет отношение к проблеме. Если вы просто создаете карту для корректирования сбора информации про какую-то проблему, люди скажут, окей, ну собирайте информацию, ну и что дальше? Они не идут к этому решению. Поэтому, если краудсорсинговый проект просто собирает информацию, но не предлагает решение, вы можете не мобилизовать свой ресурс, потому что люди скажут, ну и что, появилась карта мусора в нашем регионе. Убрала мусор? Нет, мусора продам. Вот. И, наконец, то, о чем я говорил. Второе – это структура ожидания кризис доверия. Если вы так говорите, вот наш проект решит все эти проблемы, а дальше через несколько времени видно, что он эти проблемы не решает, то кризис доверием может возникнуть как внутри команды проекта, так и с вашей аудиторией, которую вы пытаетесь мобилизовать. Истощение ресурсов проекта. Смотрите, например, график карты помощи, количество сообщений, количество пользователей. В данном случае это совершенно не единственный график, потому что, когда были пожары, было огромное количество участников, десятки, сотни, больше, статус человек. Естественно, когда пожары закончились, то мотивация людей, мотивация участвовать в проекте упала. Очень часто, когда проект появляется, это соответствует таким хаем, да, таким фиком интереса, с меня о нем пишут, говорят. Через третью неделю интерес впадает, волна проходит, остается какое-то очень маленькое ядро, которое возможно недостаточно для того, чтобы проект был успешным. То же самое касается и ресурсов внутри проекта. Постоянно нужны модераторы. Нужны люди, которые поддерживают информацию, проверяют. Краутсорсовый проект — это не только инструмент. Это, собственно, и те люди, которые в нем работают. И, наконец, последний слайд, проблем, о котором можно поговорить, это информационный пересбыток, когда просто вы не можете найти необходимую новую аудиторию. Опять же, карта помощи, например, она в какой-то степени выстрелила, потому что мы смогли найти общий язык и интересовать средства массовой информации, которые начали о ней писать. Таким образом выйти на эту политическую аудиторию, которую начали, кстати, посещать. Переизбыток проектов на одном поле, когда очень много проектов занимаются одной и той же проблемой, и тогда просто вот этот ресурс крауда растекается между разными проектами, и, соответственно, ни один проект не способен собрать политическую массу для достижения целей. И также инновационный перезбыток. Помимо информационного перезбытка, инновационный перезбыток — это другая проблема, когда каждый день возникают какие-то новые технологии, вот здесь такое приложение, а здесь такое, а потом еще что-то такое. Возможно, тогда люди просто уже устают от этого количества приложений, они уже не знают, как им пользоваться, они только научились пользоваться одним другом и другом, и это тоже создает дезорганизацию. И, наконец, проблемы, естественно, в сотрудничестве со СМИ, проблемы информирования, как я сказал, без информационной поддержки, когда отсутствуют проекты, очень часто работать не могут. Попытка создать успех, попытка создать проект, нормальный успех в какой-то единичной ситуации, которая была вызвана конкретными партнерами, перевести его на постоянную основу, когда на самом деле это не так, в такой образом, опять же, проект не работает. Проблемы, естественно, с доступом к интернету, которые, когда если вы пытаетесь мобилизовать аудиторию, которая просто недоступна на 100 лет, кстати, с присними, приложениями, это очень часто бывает, потому что если вы хотите мобилизовать людей, которые находятся в районе докатизма, естественно, у них может быть проблемы с интернетом. Вам нужно искать дополнительные технологии, мобилизовательность телефона и еще какие-то инструменты. Проблемы безопасности данных, когда вдруг что-то происходит с данными и люди просто теряют доверие к вашей платформе. Поэтому есть проекты, которые вынуждены просто закрываться, и в Штатах эта проблема очень серьезно сейчас стоит, потому что непропрессивная четкость с точки зрения законов юридическая ответственность как аутсорсинг за проектом. Поэтому если вы, например, берете на себя ответственность помогать в крестных ситуациях, то вроде бы вы волонтеры, которые помогаете, а на самом деле с юридической точки зрения у вас могут возникнуть проблемы, если вы совершаете какую-то ошибку. Здесь, мне кажется, сейчас вверх в голову, поэтому мои юридические тесты за окончание этой презентации в данный момент подходят к концу. И я только могу сказать, что вот пару источников, которые я могу продавать для прочтения. Это очень надобавная статья на английском языке «Анкида Шанна» из «Онский шпунт экономики», которая называется «Краудсорсинг. Критический анализ успехов модели». Прошу прощения, это я говорю спасибо. И второй источник, который я не успел упомянуть, это блог Патрика Мэля, который я уже упоминал, который называется «I Revolution», в котором есть очень много интересной информации, но прежде всего замечательная статья, посвященная верификации и анализа постарировки данных «Краудсорсинг». Я прошу прощения, что особого времени вопросов не осталось. Я понимаю, что даже деминальный вопрос нет. Но я здесь, вы можете подойти, я буду рад ответить на любые вопросы. Здесь есть мой e-mail israeli.smov.com Facebook, Вконтакте, любые вопросы, которые у вас есть, я буду рад ответить. Я думаю, что эта презентация также будет доступна на проект «Краудсорсинг». Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.